На первый взгляд этот пешеходный переход сложно назвать проблемным, однако у местных жителей иное мнение. Так неравнодушный нефтеюганец обратился к региональному уполномоченному с просьбой сделать зебру более безопасной, усилить освещение и решить вопрос сталых вод на проезжей части. Я сочетала необходимым приехать и посмотреть на месте, а также повстречаться с вашим земляком и обсудить вопросы. Результатом нашей работы к нам присоединится еще и представитель администрации, заместитель главы города. Я надеюсь, что будет благоустройство или перенос пешеходного перехода, и наши с вами дети смогут беспрепятственно, а в первую очередь безопасно ходить по улицам. Чтобы выявить наиболее частые претензии к пешеходному переходу, Людмила Низамова пообщалась с местными жителями лично. Переносы зебры горожане хотят меньше всего, поскольку путь через проезжую часть лежит напрямую к продуктовым магазинам. А в остальном мнения схожи. Вы по нему свободны, безопасно ходите или бывает ситуация, когда вы затрудняетесь его пройти? Ну, если машина сильно гоняет, то да. Машина. А вот смотрите, достаточно ли, когда сумерки, освещения этого перехода? Нет. Недостаточно. Пешеходы просят добавить на дороги лежачих полицейских и установить здесь дополнительные источники света. Как пояснила заместитель главы нефтеюганска Оксана Чурикова, данная работа уже ведется. Дополнительно установили еще освещение, светодиодов побольше сделали, сейчас он более освещается. Это когда сделали? Это буквально на прошлой неделе, по-моему, мы осветили его. По поводу искусственной неровности мы рассмотрим, вынесем вопрос на комиссию БДД. Да, 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 у вас есть. Да, комиссия, то есть вместе с представителями ГИБДД мы рассмотрим этот вопрос. В ближайшее время городские власти примут меры по усилению безопасности на переходе. А уполномоченный по правам ребенка продолжит рассматривать обращения нефтеюганцев. Елена Волкова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!